Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Марина Гранкина. Согласись, сейчас очень не хватает информации, которая успокаивает, не усыпляет бдительность, не отрицает опасность, а поддерживает и помогает. Вера, подкрепленная знаниями, вот рецепты борьбы с заразой от протеерея Константина Кобелева. Батюшка известен нашим зрителям в первую очередь как священник, много лет несущий служение в Покровском храме Бутырской тюрьмы. В местах не столь отдаленных более распространены инфекции, в том числе и очень опасные, вплоть до открытых форм туберкулеза. То есть тюремные священники долгие годы живут в реальности, с которой мы столкнулись только сейчас, и свидетельствуют о всемогуществе и милости Божией. Представляя вам отца Константина Кобелева, хочу также напомнить, что по его инициативе и при его активном содействии в эфире телеканала «Союз» появилась рубрика «В темнице был, и вы пришли ко мне». Помимо служения в храмах, отец Константин является помощником начальника УФСИН России по организации работы с верующими. А по первой своей светской специальности батюшка оказался, а хотя он сейчас сам все расскажет. Возлюбленные о Господе, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, я Протерей Константин Кобелев, выпускник МГУ, биологического факультета, специальность у меня физиология, на военной кафедре, начальник госпиталя особо опасных инфекций. Мы сейчас много говорим о тех мерах, которые применяются при карантине. Но мне кажется, еще не говорили о том таинстве церкви, которая предназначена специально и применяется в многие века, о таинстве соборования или еле освящения, когда специально совершается в храме служба, семь раз читается Евангелие, апостол, семь раз читаются молитвы, и священники помазывают людей освященным маслом, в которое добавлено вино. Раньше мы помазывали кисточками, а сейчас специальные одноразовые палочки ватные, которые мы используем для каждого человека индивидуально. Когда мы принесли домой соборное масло, как его применять? Как мы можем с помощью этого масла повысить свой иммунитет, повысить защиту нашего организма от инфекций и вирусов? Для того, чтобы мы могли бы это масло использовать еще длительного времени, ежедневно, здесь его мало. У нас есть оливковое масло, может быть и подсолнечное применяться. Из него необходимо примерно такое количество отлить из бутылки. И также есть вино. Бутылочку, которая нам привезена, мы хорошенечко перебалтываем и выливаем в масло. И также наливаем сюда вино. Используем хорошее, качественное. В данном случае это кавор. В бутылке с маслом вина должна быть примерно одна четвертая, одна пятая часть бутылки. После этого мы закрываем бутылку и хорошенечко, тщательно ее сбалкиваем. Для повседневного пользования лучше часть масла отлить в другую бутылочку. Чтобы это масло мы поставим в холодильник, а из бутылочки будем пользоваться каждый день. Проснувшись, надо улыбнуться, перекреститься, умыться, а потом пойти принять кусочек просорочки и святой водички. После этого мы берем свою маленькую бутылочку, обливаем, опять мы ее перебалтываем хорошенечко и наливаем масло в чайную ложечку. от семьи несколько человек. Это лично ваша ложечка. И вот вы налили сюда масло. Берем пальчиком и помазаем себе в носу, где кожа, где волосы растут. Можно уши тоже помазать. И немного помазать веки. А масло мы перенимаем в рот. Поместив масло в рот, мы туда же добавляем теплой воды или горячей. Хорошенечко перебалтываем, прополаскиваем слизистую оболочку рта, полощем горло и носоглотку и затем проглатываем это масло в себя. Оно выпадает желудок на степерстную кишку. Там выходит желчный проток и желчь разбивает масло на мельчайшие капельки, которые затем в тонком кишечнике всасываются вросинками, попадают в кровь, сразу она идет в сердце по своему протоку и сердце уже разносит по всему телу. Приходят эти мельчайшие капельки, которые содержат освещенные масла. Для того, чтобы как капель в море освещает, для того, чтобы освещать эту клетку. Масло это липиды, жиры, которые участвуют в липидном обмене. В нашей клетке эти молекулы нарезаются на нужные для клетки фрагменты и к ним также присоединяется остаток ортофосфорной кислоты. И получаются у нас такие вещества, которые называются фосфолипиды. И получается двойная мембрана, два слоя этих палочек. А сверху головки и снизу. Таким образом у нас возникает мембрана, отделяющая клетку от окружающей среды. И из нее формируется клеточная оболочка. Вот эти липидные молекулы они не стоят неподвижно как в заборе. Они постоянно перетекают, передвигаются со мной мест на другой. Тоже перемешиваются как мы перемешивали бутылочку. Получается что одна или несколько попавших молекул липидов освещенных она освещает всю поверхность клетки. Очень важно не только то каков возбудитель насколько опасен вирус но то как наш организм будет противодействовать ему. поэтому поэтому когда в обществе народе развивается паника стрессы подавленное настроение тогда резко возрастает и заражение данным возбудителем и смертность от него. вот здесь как раз и нужна наша вера вера подкрепленная знанием мы должны понимать что мы не можем заразиться этим вирусом если мы будем использовать соборное масло если все наши мембраны через которые этот вирус может пройти они будут освещены освещены той молитвой которая совершается в церкви и освещены нашей верой. что же делать если у нас нет соборного масла если мы до введения карантина не успели сходить в храм и пособороваться во первых у нас может оставаться масло с прошлых лет его тоже небольшое количество добавим перемешаем и оно освятит то что есть но также мы можем применять освещенное масло которое мы собираем в различных святынях но мы должны с вами понимать что спасает нас не масло не какие-то другие наши действия не молитвы которые мы читаем даже не святое причастие спасает нас Господь который дает нам благодать Божью посылает нам святого Духа и мы сами в зависимости от того как мы эту благодать можем принять не правда ли утешительные слова а в продолжение добрый привет от еще одного священника который тоже давно дружит с телеканалом союз ира монаха Веркия Белова и как всегда в стихотворной форме неотвратимо движется рассвет готовя возвращение в реальность одна из ослепительных планет лучами лечит личик печальность невозвратимо детство но его напоминают радостные птицы веселье пробуждения моего клюв совести некормленной стучится вот-вот начнутся важные звонки откроются души мои ворота мой опыт одоления тоски распутает тиски тоски кого-то а сердце вновь заплачет вороти меня в безлюдные врачующие горы где только ящериц встречаешь на пути где только речек слышишь разговоры друг сварит кофе хлипкий ум взбодря враг включит клипы липкий ум рассеев день проведу со всеми говоря румяне сет похвал от лжи краснее в обед понервничав две порции возьму под вечер спутаю названия телефоны а ночью бросив кутюрьму тюрьму сбегу туда где говорят иконы не словом а самую тишиной изгибом рук участили встю взгляда неброских красок древней красотой мерцанием старинного оклада спрошу у них а нужен ли кому мной собранный букет водоворотов снопы рассказов про густую тьму коллекция нежданных поворотов мне кажется ответили они с великим состраданием и лаской такие страшные бывают в жизни дни но это несомненно перед пасхой держитесь союзники давайте не будем унывать мы христиане всегда помним про победу куда важнее чем над печенегами и половцами самую главную победу Христа над смертью Христос воскрес сегодня еще увидимся субтитры